От них района Голубые Дали до Олимпийских железнодорожных ворот, так теперь называют Адлерский вокзал, рукой подать. Поэтому силы на проведение этой части города к единому архитектурному облику брошены немалые. Только на благоустройство придомовых территорий из муниципального бюджета выделено 50 миллионов рублей. Но на фоне этого остаются некоторые мелочи, которые фактически всю эту работу сводят на нет. Это касается как самих жителей, которые считают, что заградительные сооружения красят их дворы, так и управляющих компаний, для которых бурьян около жилых домов – нормальное явление. Дозовцы не раз обращали внимание местных жителей, да и управляющих компаний на то, что пора менять отношения к собственному имуществу с одной стороны и к проделанной работе с другой. Ведь ремонт домов и благоустройство прилегающих к ним территорий, которые сейчас проведены за бюджетные деньги, фактически должны выполняться за средства владельцев квартир. И такие подарки государство навряд ли еще будет делать. Конечно, когда уже все-таки нам многое сделали, чтобы не просили, сколько просят детских площадок, подставили нам всего. И уже просишь людей, что уж будьте добры, пожалуйста, для своих детей. Делайте так, чтобы было уютно, чисто, красиво. Но, пожалуй, больше всего буксуют на трассе глобальных изменений микрорайона бизнес. Старый принцип «будут покупать даже в Сарае» до сих пор присутствует в сознании некоторых коммерсантов. Бизнес, имея свои объекты торговли, другие объекты недвижимости, они их не привели к хорошему виду, они не следят за ними. Я думаю, что этим «голубые дали» отличаются от других районов. Уж что-что, а вот коммерческие объекты, они по всему городу уже приведены в надлежащий вид. А здесь мы этого не увидели. На исправление ситуации на так называемой торговой площади отвели месяц. А вот на это предприятие жалуется вся округа. На протяжении последних нескольких лет, говорит председатель домового комитета Валентина Жухова, чтобы уснуть ночью, многим, особенно пожилым людям, приходится принимать снотворное. Дёрхеры работают по полной программе. Спать жильцам невозможно. Могу вам 100% сказать, что здесь никто ничего не согласован, потому что рядом с домами этих вещей не должно быть. Автомойка вряд ли доработает здесь до начала высокого сезона. Документы для приостановки её деятельности администрация города в ближайшее время направит в Роспотребнадзор и прокуратуру. То же самое касается и владельцев этого городка из гаражей. Нарушения здесь, начиная от несоответствия единому архитектурному облику и заканчивая несоблюдением санитарных норм чистоты. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.